Давайте встанем вместе. Филиппийцам, 2 глава. Доброе утро. Моя жена сказала, что сегодня очень холодно. Я сказал, что после 43-градусной жары это все еще во мне, так что пойду выпущу весь жар. Так что это не холодно, приятно. Наверное, звучит бессмысленно. Филиппийцам, 2 глава. Рад быть здесь. Стих 2. Филиппийцам, 2-я, 2. Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Я хотел попросить пастора Ти-Джея спеть эту песню. Не был уверен, что он готов и сдержал себя. Будьте единодушны и единомысленны. Отец, благодарим Тебя, что Отец любит Сына. Сын любит Отца. Отец любит Духа. Дух любит Отца. Иисус любит Духа. Дух любит Иисуса. Та же самая любовь. Любит нас. Та же самая вечная и личная любовь. Доступна каждому и всем нам. Каждому на планете. Каждому в истории планеты Земля. Та же самая любовь. Мы благодарим Тебя за ту же любовь к Богу сегодня. Благодарим Тебя. Мы молимся, Боже, за нашу страну сегодня. Прикоснись к этой стране Твоей любовью, Твоей жизнью, Твоим словом, Твоей верностью. Мы благодарим Тебя за служение в Балтиморе, в Соединенных Штатах, по всему миру, в 80 разных странах. Благодарим Тебя, что это та же самая проповедь, это служение, та же любовь. Мы молимся, благослови это служение в это утро. Благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мне бы хотелось подарить вот это пастору Шалеру. Это кубинский флаг. Его привезли люди, которые побывали в церкви на Кубе. Грейта Грейс Кубы с флагом. Здорово, правда? Церковь на Кубе. Мне это нравится. Перед тем, как я приступлю к проповеди, мы получили имейл из приюта церкви Грейта Грейс в Нансене, в Уганде. Там была большая телекоммуникационная компания «Эртел». Они повсюду в Африке. Они посетили наш приют и были под сильным впечатлением от того, что они увидели. Они написали в письме «Мы настолько привыкли к приютам в стиле атташе кейсов», что означает, что люди ходят там с кейсами, им показывают всех сирот, но на самом деле никто не знает, кто они. Эти представители были глубоко тронуты честностью и жизнью приюта, и они подарили 25 матрасов, 30 одеял, 30 простыней, 2 умывальника, цветок. И затем они сказали, что они построят и модернизируют туалеты, кухню и все строения. Замечательно. Это замечательно. Я знаю компанию. Это для меня интересно. Я думаю, пастор Дуэйн может подтвердить, когда мы поехали в Ганну, не думаю, что там были телефоны. Был один телефон. Элия Скудобе. 0-1-1-2-3-3-2-2-3-6-1-0-2-8. Я помню его. Это с 1986. Но тогда вообще не было мобильников. А теперь у каждого три сотовых с пятью номерами. Настолько непонятно, что теперь не знаешь, как разговаривать с людьми. Они часто меняют номера и сим-карты. Перед тем, как я начну, я утром думал. Вы предложили бы такому человеку, чтобы он возглавил христианство? В Евангелии от Иоанна 18-10 он отрезал кому-то ухо. В Евангелии от Матфея 16 Иисус назвал его сатаной. Он также сказал, мы все оставили, что мы получим. Он хотел сделать шалаш вместо того, чтобы подумать о преображении и слушать Бога. Он выпрыгивает из лодки, думая, что может пойти по воде. Он сказал, никогда ты не умоешь мои ноги. Он заснул во время самого ответственного испытания в саду. Он предвзято ведет себя в Галатах. Второй то ест с язычниками, а потом нет. Он отвергает Господа трижды и шестикратным отрицанием убегает. Он отступник в Евангелии от Иоанна 21-й глава, забирая шесть человек с собою. Часть его представления выяснит, кто самый великий. Он живет в законничестве в Галатах 2-й, и он очень боится религиозных людей и даже хулит Бога. Это Петр. Интересно. И через все это Иисус любит Его той же самой любовью. Вот что вызволило Его из всего того. Я думаю, что это действительно невероятно. У нас было замечательное время в Западной Африке. Три воскресенья подряд мы проповедовали по этой доктрине, по той же самой любви. Я думал вчера вечером об этом и сегодня утром, о важности этой проповеди, как Бог любит нас той же самой любовью. Это действительно феноменально. Если я могу проникнуть в это, хотя я не уверен, что я вообще вник в нее только чуть-чуть, но вот Отец любит Сына, и Он любит меня той же самой любовью. Это Иоанна 5-я, 20-й. Он любит меня той же самой любовью. Отец любит Духа, и Он любит меня той же самой любовью. Дух любит Отца и Сына. И мне нравится, что той же самой любовью триединства – та же самая любовь. Иногда мы можем проскакивать над этим и воспринимать это очень поверхностно, но это действительно совершенно чудесно и сверхъестественно, и феноменально, что Бог любит нас той же самой любовью. Это любовь триединства. И Бог никогда не изменяется. Я думал о послании к евреям, 13-е, с 5-го по 8-й стихи. Он никогда не оставит меня и никогда не покинет меня. И Иисус Христос – кто? Кто? Он тот же самый вчера, сегодня. И вот что мне нравится, что там не говорится завтра, но говорится вчера, сегодня и вовеки. И Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. И вот эта же любовь к нам, как христианам, как верующим, и это та же самая любовь. И когда Петр проходит через все те различные ситуации в своей жизни и являет определенные черты характера, Бог никогда не меняет свою ту же самую любовь. Потому что в 1 Иоанна 4, 1, 4, 8, 16 говорится, Бог в его природе – любовь. И Бог не меняется. Бог никогда не может сделать что-то, но только любить Петра. Я посчитал, сколько раз используется слово «агапа» в посланиях Иоанна. Иоанн использовал слово «агапа» 96 раз. Я думаю, что у него на уме было нечто. Сколько раз? Вы со мной сегодня? Да, у нас служение рано утром. Вы со мною? Благодарю вас. 96 раз. С 1 Иоанна 4, 7 до 1 Иоанна 5, 3 он использует слово «агапы» 29 раз. Вот в таком небольшом отрывке Писания. И мы можем видеть, что там есть нечто настолько важное для его жизни и для изменения его жизни – та же самая любовь. Я думаю, что когда Яков и Иоанн пришли в самом начале, они оставили своего отца. Между прочим, только та же самая любовь может сделать такую – оставить папочку в лодке, встать и последовать за Иисусом. Подумайте о чертах характера этих мужчин – Якова и Иоанна. Их называли «сынами грома» – «Воан Аргес». Они были мстительными. «Давай призовем огонь с небес на эту самарянскую деревню, как это делал Илья». Я могу отождествиться с этим. Пару раз я хотел свести бы огонь. «Слава Богу, Бог намного умнее меня, намного духовнее». Они были мстительными. «Мы должны поубивать всех. Они не принимают проповедь. Стереть их. Избавимся от них». Они не переносили других людей. «Эй, вон там парень, и он творит чудеса твоим именем. Иисус, останови его». Он ответил «Он не против нас. Он за нас». Они были несколько амбициозными. Даже прибегали к помощи мамочке. Время от времени можно использовать мамочку. «Мам, пойди-ка и попроси Иисуса, чтобы у нас были места по Его правую руку и по левую вечности». «Давай, давай, мам, ну что ты? Чего тебе стоит? Пойди, сделай это». Мне нравятся ответы Иисуса. «А вы можете пить чашу, которую я пью?» Они ответили «Да, можем». И он сказал «И вы будете. Но креститесь с крещением, которым я крещен, и будете. Но насчет распространения мест, извините, это план Отца». Подумайте об этих мужчинах. Амбициозные. Они могли жить в страхе и могли все оставить, когда времена становились трудными. Но посмотрите, что произошло в их жизнях, что сделала та же самая любовь с апостолом Иоанном. Та же самая любовь. Мы проповедовали слово в Шама, в Новом городе, с сыном пастора Осона. У нас там новая церковь, и она растет быстро. Проповедь называлась «Высокие уровни и низкие уровни». Можете это себе представить? Я хочу, чтобы вы немного вовлеклись. Я понимаю, что это раннее утро, и некоторые люди думают о суперматче по бейсболу. Я не говорю, что я не буду смотреть, но я говорю, что я не думаю об этом. Итак, высоко и низко. У кого-нибудь все были низкие уровни в жизни? У кого-нибудь? Я знаю, что у пастора Купера было несколько. Я вытащил его из нескольких низких уровней. Я шучу. Это он вытащил меня. Были в вашей жизни низкие уровни? Как насчет высоких уровней? Матфея 3,17 – это некоторый низкий уровень в Израиле около Иордана. А гора Преображения – это был одним из высочайших уровней. Отец сказал, и на низком уровне, и на высоком уровне – это Сын Мой возлюбленный, которым я полностью доволен. Итак, на моем низком уровне в жизни, и на высоком уровне та же самая любовь, та же самая любовь. Я могу проходить через проблемы, трудности, тысячи испытаний, но это та же самая любовь. Бог любит с той же самой любовью. Она никогда не меняется. Иногда мы думаем, что наше поведение изменяет Бога. Кто-нибудь так думал? Я не говорю, что взаимоотношения не могут измениться. Очевидно, что если я живу в грехе, Бог любит меня, но я не буду воспринимать эту любовь практически, и там не будет общения. Бог ненавидит мой грех, но Бог все равно что? Любит меня. Бог все равно любит меня. Это слово не воспринимается многими религиозными людьми по всему миру. Я даже не говорю, что в христианстве, где вы можете видеть множество правящего законничества, понимание той же самой любви, любви завершенной работы находится за пределами восприятия. Они просто не воспринимают это. Они пытаются через естественное мышление уравнять эту проповедь с тем, что они думают естественным образом. Они смотрят, обозревают вещи, которые происходят в христианстве, в своих собственных жизнях, основываясь на ситуациях, и они просто не воспринимают этого. Но он любит той же самой любовью. Это невероятно. Любил ли Бог Адама и Еву до падения? А после падения? Он изменил свое отношение. Он любил их той же самой любовью. Когда Он призвал Авраама из Ура Халдейского, Бог любил Авраама. Когда Авраам пал и солгал о своей жене, она мне сестра, она моя сестра. И когда он вошел к Агарь, и у него родился Измаил, Бог сказал, все, прекратите это. Триединство, все, достаточно, хватит. Больше не будет этой любви. Он зашел слишком далеко. Нет. Отец, сын и дух любили Авраама той же самой любовью. Той же самой любовью. Яков, ты справляешься замечательно. Яков, ты лжешь, ты обманщик, ты ловкач, ты захватчик, ты отошел, ты украл первородство и благословение. Знаешь что? Ты зашел слишком далеко. Что-то здесь должно произойти. Я понимаю аспект общения, так что я уравновешиваю это. Я понимаю, что Бог не будет общаться со мной, когда я отступаю. Но это не изменяет ту же самую любовь. Та же самая любовь, есть та же самая любовь. И вот такой любовью он привлекает Яков обратно. Иосиф говорит, я люблю вас. Вы мои братья, вы удивительны. Мы вместе, нас двенадцать. Я не могу дождаться увидеть вас. Я хочу помочь вам. У меня есть видение. Бог дал мне это. Я забучусь о вас. Они продают его. Они продают его в Египет. Иосиф проведет в Египте девяносто три года. Приходят братья. И Иосиф не мог сдержать себя. Бывали времена, когда ему приходилось выйти. Он был настолько сокрушен любовью к своим братьям. Настолько он любил их. Между прочим, слезы и сокрушенность очень характерны для христианства. В прошлое воскресенье у нас было слово в тога. Оно называлось «Сатана никогда не плакал». Сатана никогда не плакал. Сокрушенность Иосифа. И он сказал, послушайте, вы задумывали этого зло, но Бог задумал этого блага, чтобы спасти много людей. Я люблю вас. Я прощаю вас. И даже после 17 лет, после того, как их отец умер, они начинают думать, что Иосиф был добр к ним, потому что папа был жив. А теперь, когда папы нет, то он точно набросится на нас. Прочтите Бытие 50 главу. Иосиф снова заплакал. Он плакал. Он сказал, как же вы не поймете. Я люблю вас. Вы мои братья. Я люблю вас той же самой любовью, независимо от того, что произошло, независимо от того, что вы сделали в своих жизнях по отношению ко мне. И какая это была ситуация, через которую вы заставили меня пройти. Я люблю вас той же самой любовью. Так что у нас бывают высокие уровни и низкие уровни в наших жизнях в то время, как мы проходим через вечный замысел плана Божьего. И происходят разные ситуации. Когда вы здоровы, он любит вас как? А когда вы больны, здоровы или больны, та же самая любовь. Бедны или богаты, та же самая любовь. Молоды или стары, та же самая любовь. Образованы или нет, та же самая любовь. Женаты или холосты, та же самая любовь. Дети или нет детей, та же самая любовь. Испытания, трудности, та же самая любовь. Это невероятно, когда вы думаете об этом. потому что так часто мы позволяем ситуациям в жизни контролировать нас, и мы начинаем думать, что все прекратилось, и Бог отсек нас на основании того, через что мы проходим, или что мы сделали. Нет. И на нижних уровнях, и на высоких уровнях та же самая любовь. Мне нравится эта фраза, и я использовал ее много раз. Ученик, которого Иисус любил. Иоанн был возлюблен Богом на каждой стадии его жизни. В Евангелии от Иоанна, 13-23, он преклонил голову на грудь Иисуса. Он сказал, ученик, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. В Евангелии от Иоанна, 19-26, он стоял у креста, и все равно он обнаруживал ту же самую любовь. В Евангелии от Иоанна, 22-й, он бежит к гробнице, и он говорит, ученик, которого любил Иисус, бежал к гробнице. Та же самая любовь. В Евангелии от Иоанна, 21-й, 7-й, он последовал за Петром в лодку, и они вместе в отступничестве, но вдруг это Господь. И та же самая любовь возвращает его обратно из его отступничества. И затем в Евангелии от Иоанна, 21-й, 20-й, ученик, которого Иисус любил, следовал за ним. Это называется той же самой любовью. Та же самая любовь. Невероятно. Подумайте о всем, что происходило в нашей жизни. И это никогда не меняет того, кто есть Бог. И это та же самая любовь. Одна из самых замечательных вещей в Евангелии от Луки, 15-е. Отец любил обоих сыновей. Не так ли? Он любил того, который убежал, и любил другого, который расстроился, что брат вернулся и был прощен. Отец сказал, сын, ты всегда со мной, и все, что у меня есть, есть твое. Я люблю тебя так же, как и твоего брата. Я люблю тебя, и я люблю твоего брата. У меня точно такая же любовь для обоих моих сыновей. Это изумительно. Давид обнаружил ту же самую любовь. У нас была проповедь в какой-то стране где-то недавно, я не помню точно, где. Давид пережил 12 утрат. Давид так много потерял в своей жизни, как вы можете пережить такие потери. Он потерял свою первую жену, он потерял своего царя, он потерял своего духовного отца Самуила. В какой-то момент он потерял своих могучих воинов. Первое царство, 30-е глава. Он потерял самоуважение, пуская слюни и царапая двери. Он потерял уверенность в Боге, он потерял общение с Богом, он потерял Абиссолома, потерял Амнона, он потерял людей в своей семье. Давид постоянно утрачивал. Что же поддерживало Давида среди всех тех потерь? Та же самая любовь. Он был возлюблен Богом. Мне нравится проявление той же самой любви в жизни Давида. Он мог любить Авесолома, который предал его и похитил у него его царство. Аллилуйя! Можете такое представить? Авесолом, Авесолом, мой сын, мой сын. О, кто дал бы мне умереть вместо тебя? Он любил Мемфивосфея. Он любил своих врагов. Он любил. Он был любим Богом. Та же самая любовь. Мы слышали песню сегодня утром, «Крест так удивителен». Та же самая любовь на кресте. Иисус любит вора, который отвергает его. И Иисус любит вора, который принимает его. Та же самая, та же самая любовь. Иисус любит Симона Кириньянина. Та же самая любовь. Иисус любит свою мать. Та же самая любовь. Иисус любит Марию Магдалину. Та же самая любовь. Иисус любит Марию, мать сынов Зеведеевых. Та же самая любовь. Это невероятно. Это та же самая любовь. Иисус любит тех, кто преследует его и распинает его. Он любит религиозных людей. Мы слышим, как Стефан говорит, Господи, не вменей ты им этого грех. Почему? Потому что Стефан любит даже тех, кто его убивает. Вы скажете, такое невозможно. Вы говорите о чем-то, что с другой планеты. Нет. Для этого нужен Бог. Аминь. Для этого нужен Бог. И если я понимаю, что Бог любит меня той же самой любовью через всю мою жизнь, независимо от того, что происходит в моей жизни. Бог любил вас до того, как вы спаслись. Да? Не слышу вас. Да? Правда? Что мы делали? Бог любил вас до того, как вы спаслись? Да. Он любил вас после того, как вы спаслись. Он любит вас, когда у вас есть церковь. Он любит вас, когда вы нашли церковь. Он любит вас, когда вы послушны. Он любил вас, когда вы были непослушны. Он любит вас, когда вы ходите с Богом. Он любит вас, когда вы в отступничестве. Но как? Да, та же самая любовь, та же самая любовь. Он любил вас тогда, когда все было замечательно, все получалось, и все было просто невероятно духовно. И когда вы на вашем низком уровне, Бог говорит, та же самая любовь, ваша ситуация никогда не меняет характер Бога. Та же самая любовь. Отсек парню ухо. В некоторых случаях хулил Бога, отверг Господа, и там была та же самая любовь, которая изменила его жизнь. Я встретил двух дам в последней поездке. У нас была удивительная конференция в Гане. Пришли две молодые дамы, которых мы приняли в служение и служили им много лет назад. Одну звали Тину, другая Осиби. У каждой уже было по трое детей. Это просто невероятно. Заставляет подумать, а сколько же мне лет? Они пришли, когда были подростками, и у них были разные сложности. И вот вы видите их там, и как они слушают проповеди, и они все еще в церкви, и вы смотрите, что происходит. Я не знаю, почему они так сделали, но они сказали детям, чтобы те подбежали ко мне, и они обхватили меня за колени, чуть не убили меня, я чуть не упал навзначь. Они кричали, не отпускайте вашего дедушку, не отпускайте, держите его, держите. И я видел, как эти дети через своих матерей испытывали ту же самую любовь, ту же самую любовь. Вот они. Мы говорим о том, что это происходит 30 лет спустя. Что изменяет людей? Та же самая любовь. Та же самая любовь. Осия 3 глава, Осия 11, Осия 14. Я люблю тебя той же самой любовью. Ты блудница, прелюбодейный народ, но вы мои люди. Тарзакония 7. Я люблю вас. Вы особенные. Вы уникальные. Я буду любить вас той же самой любовью. И именно это возвратит вас. Как насчет Даниила и испытания, которые он прошел. Одно испытание пищи. Даниила 3. Испытание печи трех молодых людей. Даниила 6. Львиный ров. Даниила 10. Демоническое испытание. Как он это сделал? Просто прочитайте Даниила 10, 11, 19. О, муж желаний. Возлюбленный. Он мог выдержать каждое испытание в ситуации благодаря чему? Той же самой любви. Которая никогда не изменяется. Когда я понимаю, как Бог любит меня той же самой любовью, то я действительно верю, что та же самая любовь явлена людям. И в наших взаимоотношениях, независимо от того, что происходит во взаимоотношениях, та же самая любовь продолжается. Это не означает, что, возможно, я могу быть с кем-то или общаться с этим человеком или с другим человеком из-за того, что может происходить. Но это никогда не изменяет факта, что Бог говорит, что Он любовь, и Он любит меня той же самой любовью. И мы любим людей той же самой любовью. Я молюсь, Бог любит меня. Я не молюсь. Та же самая любовь. Мы хотим молиться. Я верю, что та же самая любовь приводит нас в духовную жизнь. Она приведет нас и изменит нас. Та же самая любовь. Михей понимал это. Михея 6-8, Михея 7-18 по 20-й. Та же самая любовь. Эта любовь проявляется к людям. И когда мы думаем о людях, о проблемах, которые есть в нашем городе, в нашем мире, думаем о том, что происходит, и как люди уносятся в бездуховный стиль жизни, просто уходят и живут в каком-то безумстве, что изменит людей? Политические изменения? Правительственные изменения? Законодательные изменения? Перемена погоды? Как там называют это явление? Глобальное потепление. Да что это такое глобальное потепление? Я слышал фразу, но не совсем уверен в этом. Что изменит эту страну и этот мир? Та же самая любовь. Та же самая любовь. Мы говорили о нашей новой регистрации. Мы находимся в процессе регистрации церкви Грейта Грейс в Руанде. Что изменит Руанду, где 1 миллион 300 тысяч человек погибли в геноциде? Знаете, что меняет Руанду? Та же самая любовь. Та же любовь. У нас есть новое здание в Муамее, в Тога. И там произошло нечто интересное. Я не знаю, как это впишется в проповедь, но мы пошли в отель, чтобы забронировать комнаты для конференции. Владелец отеля был из другого религиозного движения. Он начал оскорблять Иисуса, оскорблять Библию, оскорблять нас. Мне хотелось перевернуть его вверх ногами и уйти. Но так как мы ординированные люди, мы не можем... Мы держим себя очень творчески и с любовью. Мы тихо и тихо уходим и говорим, Бог его любит. Бог может изменить его. И каким-то образом человек во главе вооруженных сил был в церкви в той стране. Услышал об инциденте. Неделю спустя я ехал по той же самой дороге и увидел, что отеля там уже не было. Я пошел к пастору и спросил, что произошло. Военному не понравилось, что тот парень говорил с вами таким образом. Я бы даже не предположил, что так будет. Да, это диктаторство. Но предлагаете вы это или нет, не имеет значения. Суть в том, что отель переместили. Я не знаю, как это связать с той же самой любовью. Но это была такая интересная ситуация. В завершении. Просто пусть у вас будет та же самая любовь друг к другу. У Иисуса та же самая любовь. И вы можете пройти по Библии через ситуации в вашей жизни. Знаете, что было замечательно? Пастор Джим Пиерс дал моему сыну несколько баскетбольных форм. Он возглавлял клинику в четвертом районе апартаменты Кайзер с баскетбольной площадкой, где мы играли когда-то много лет назад. Мы могли потерять килограмма два-три за одну встречу. Там жарко было. Он возглавлял клинику и встретил несколько человек, которые играли с нами в баскетбол около 30 лет назад. Думаю, что некоторые из них играют до сих пор. Это обнадеживает меня. Я подумал, вот они. Они спрашивают, вы люди из Грейта Грейс? И это десятки лет спустя. Что же это делает? Это является ту же самую любовь. Та же самая любовь является там. Я видел маленькую Грейс. Она замужем за кем-то в церкви пастора Латса. И у нее будет ребенок. Это удивительно. Мы можем любить той же любовью. Люди ожидают чего-то другого, но мы даем им ту же любовь. Возможно, то, что они сделали по отношению к нам или не сделали в наших жизнях. И они сидят и думают, ну что ж, тут все и закончилось. И мы любим людей той же самой любовью. В мире бизнеса, в наших призывах и наших работах, в нашей округе. Мы выходим, и независимо, с кем мы встречаемся, Бог приводит людей перед нами, и мы любим их той же самой любовью. Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Отец, благодарим Тебя сегодня. Благодарим Тебя за ту же самую любовь. Та же самая любовь. 96 раз Иоанн использовал слово Агапе. Он знал, что та же любовь изменила его от мстительности, нетерпимости, амбициозности, боязливости, отступничества, и сделала его учеником, которого Иисус любил. Та же самая любовь сделала это, та же самая любовь. Та же самая любовь дана Адаму и Еве, Ною, Аврааму, Исааку, Якову, Моисею. Та же самая любовь, Моисей. Убил египтянина, та же самая любовь. Тот же самый призыв. Та же самая забота. Та же самая любовь к Раф, та же самая любовь к Руф, та же самая любовь к Соломону. Его имя было Иезидия. Велико возлюбленный, и Божий взгляд никогда не изменился насчет него. Да, он был дисциплинируем. Да, там были трудности. Но та же самая любовь приводила его обратно в песне-песень. «Положи меня, как печать на сердце твое». Та же самая любовь приводила его обратно. Та же самая любовь приводила Соломона к Иедидия. Та же самая любовь. Та же самая любовь. Иеремей 31, 1 по 4, та же самая любовь. И Осия, та же самая любовь к народу, который отвергает Бога, и Бог знает в своем всезнании, что этот народ убьет его сына, назовет его богохульником. Но та же самая любовь никогда не меняется. Там есть его народ. Он заключил завет с той же самой любовью. Та же самая любовь для сомневающегося Фомы, та же самая любовь к Иуде, который предаст его, та же самая любовь, та же самая любовь Филимона к Анисиму, и она изменит Анисима, та же самая любовь, та же самая любовь к Петру, та же самая любовь к церкви, та же самая любовь к Ефесу. Когда они оставили Его, их первую любовь, Его любовь осталась той же самой. Та же самая любовь, способна обратить Ефес. Та же самая любовь к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 12-13, выше и дальше. Та же самая любовь. Чем больше я люблю вас, тем меньше вы любите меня, но я охотно буду издерживать свое, независимо от того, что вы отвергаете меня и у меня к вам. Та же самая любовь, сказал Павел. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за то, что Ты послал Твоего Сына. Отец возлюбил Сына, Сын возлюбил Отца, Отец возлюбил Духа, Дух возлюбил Отца, Сын возлюбил Духа, Дух возлюбил Сына. И это та же самая любовь, так возлюбил нас. Если вы здесь и никогда не принимали Иисуса как вашего личного Спасителя, или вы по интернету смотрите, та же самая любовь изменяет нас. Это вечная любовь, личная любовь, неотделимая любовь, объемлющая любовь. Это созидающая любовь, это любовь и истина, та же самая любовь. Скажите Иисусу, спаси меня сегодня. Я верю в Тебя и я принимаю Тебя как моего личного Спасителя. Войди в мою жизнь и с той же самой любовью спаси меня. Глаза закрыты, головы склонены. Поднимите вашу руку. Иисус, спаси меня сегодня. Спаси меня сегодня. Та же самая любовь спасает. Он так возлюбил той же самой любовью. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас. Благодарим Тебя. Помоги нам, Господи. Измени нас. Аминь. Аминь.